Здравия желаю, уважаемые подписчики и пользователи. Сегодня, значит, новая, значит, вести про измерения, про амперы. Что произошло? Значит, амперы, это мы изучали, это неверная. Неверная мера. Вот она обозначается. Ампер, сила неизменяющая, определение 1948 года. Ампер, сила неизменяющая тока, которая при прохождении двум параллельным прямолинейным проводникам, бесконечной длины и площади кругового пресечения, расположенной в вакууме, то есть бред. Вызбал бы на каждом участке проводника один метр, сила взаимодействия равен 2 на 10 ньютона, а ньютон измеряется килограмма, то есть ни плотности, ничего нет. Но гептилоиды это поняли, что они забрались. Так как, это я вам показывал, значит, печка, значит, имеет 3 киловатта на 220, у ней 13 ампер. А компьютер имеет, значит, 65 ватт, у него 43 ампера процессор. При этом ампер это сила тока неизменяющая, значит, получается сила тока процессора в 3 раза больше, чем сила тока, значит, духовки на 3 киловатта, то есть это бред. Поэтому рептилоиды изменили. 16 ноября 2018 года, значит, на Генеральной конференции меры весов, было принято новое определение ампера. Основано на значении численности элементарно-электрического заряда. Формулировка вступит в силу 20 мая 2019 года, и она гласит. Ампер, символ А, есть единица электрического тока ВСИ. Она определено путем фиксации численного значения элементарного заряда. Когда он выражен единицей кулоном, которая равна А помножить на секунду, где секунда определена через, видите, какую формулу. То есть это бред, самый настоящий. То есть раньше они что-то еще там писали про ньютоны, какие-то килограммы были, то сейчас он кулоном выраженным. Кулон, значит, что такое кулон? Один килограмм, значит, равен 1,36 ампер часа. Видите? А чему равен сам кулон? Неизвестно. Чему равен кулон? Давайте посмотрим. Чему равен кулон? Неизвестно. Так. Чему равен кулон? Равен количеству электричества, проходя через поперечное чечение, проводника сила тока 1 ампер. Ампер у них уже неверный, они признали. Видите как? То есть они просто еще больше запутали, это вообще ничего не обозначает. Никакого элемента... Чему равен, значит, элементарный заряд? Они не знают. Понаписали вот такую вот 1600. То есть это бред. Поэтому по амперам мерить нельзя. И новое определение, это бредовое. Не указано точно. Единица электрического заряда не указана. Не указано, чему равен электрический заряд. Вот давайте разберем. Чему равен электрический заряд? Давайте почитаем. Электрический заряд так, равен... Кулон опять у них. Он очень велик. Но чему он равен? Чему равен-то кулон? То есть все к кулону сейчас они подогнали. Чему равен кулон? Равен амперу старому. Видите? Они ампер заменили. То есть они просто запутали. Рептилоиды просто снова запутали. Поэтому амперами... Амперы мерить нельзя. А раз через амперы замеряются, значит, ватты-киловатты, значит, тоже мерить нельзя. Будем мерить. Вот подойдет градусник, будем мерить температурой. Вот такие новости. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и оборудовании.